Крыжановке 214 лет. Такую солидную дату в селе решили отметить интересной и насыщенной программой. Открытием праздника стало впечатляющее авиашоу в исполнении призера международных соревнований, опытного летчика и к тому же уроженца Крыжановки Валерия Наливайко. Каждый новый день села, говорят местные, это не только праздник, но и подведение итогов работы всей громады. Вот и в этот раз Крыжановка отмечает свой день рождения с целым багажом серьезных достижений. Мы открыли стадион возле школы. У нас вообще нет никакого спортивного комплекса. У нас дети не занимаются физкультурой полноценно, потому что в школе отсутствует спортзал. Мы построили за бюджетные деньги, спортивное сооружение. Оно у нас еще не законченное. Мы продолжаем его. Это будет целый спортивный комплекс. Мы, наверное, единственное село в Одесской области, которое полностью перешло на уличное освещение, ледовские технологии. Это дает нам экономию электроэнергии, экономию денежных средств в обслуживании уличного освещения. Кроме того, Наталья Крупица рассказала, что в селе активно ведутся работы по канализированию и благоустройству улиц и набережной. В этот день успехи села были отмечены многочисленными грамотами и благодарностями, которые крыжановцы получили из рук почетных гостей. Пока взрослые говорили об успехах, дети налегали на сладкую вату и попкорн, резвились на горках и батутах. Юные крыжановцы растут настоящими патриотами своего села. У нас от моря есть парк, у нас хорошая администрация, которая следит за всеми порядками. Школу нам сделали, новый стадион, чтобы играть в футбол. Ну, и пока что обновляют школу. Оказалось, что у села есть и своя любимая песня, ставшая своеобразным гимном Крыжановки. Это Крыжановка наша перлина, тут у предки нам селу дает, но резервно, ведь пока до сына, и в ушах там родие цветет. Старожила рассказывают, что из года в год село развивается и преображается. Маленькая Крыжановка с двумя колодцами уже давно в истории. Я помню село, когда здесь было всего пять улиц, когда в селе было две крыницы, с одной пили воду люди, все село носило оттуда воду, а одна крыница была, поили животным. Сейчас у нас улиц где-то 15, у нас водопровод, у нас газофицированное, канонизированное, телефонизированное село. Программа празднования – это целый день разнообразных конкурсов, ярмарок, аттракционов, песен и танцев, который закончится вечерней дискотекой. В такой день со всех сторон слышится только смех, радость и поздравления. Я желаю абсолютно всем крепкого здоровья, мира в собственном доме, мира нашей стране и всего самого хорошего.